Добрый день! В этом видео я хочу рассказать вам о двух известных мне и как мне кажется хороших способов инвестирования в недвижимость в Турции. Если вы хотите жить в Турции или не хотите жить, но желаете получить доход, вы можете инвестировать в строительство недвижимости. Для того, чтобы инвестировать, достаточно найти хорошего застройщика. Хороший это тот, который построил несколько домов и по которому нет претензий. Дома построены добротные, квартиры проданы, люди живут, нареканий нет. Такие застройщики в Турции есть и очень много. Если вы боитесь инвестировать в новых и молодых застройщиков, которые только начинают. Вы можете у этих застройщиков узнать, какие у них есть перспективные планы на строительство и в зависимости от того, что вам понравится, вложиться на стадии фундамента. То есть приобрести недвижимость или, как у нас принято в странах бывшего Советского Союза, приобрести квадратные метры, приобрести одну-две квартиры строящегося дома. На стадии фундамента самые дешевые квартиры. И чем больше строится дом, чем ближе он к готовности, тем дороже. Если вы вложились на стадии фундамента, дома строятся в Турции очень быстро, два-три, три наверное максимум, два-три года и дом готов. И вы можете продать ту квартиру сами или поручить застройщику это сделать, продать уже по той цене, которая эта квартира стоит после строительства. Можете оборудовать квартиру мебелью и техникой, в этом случае квартира будет еще дороже. Те боязни, которые возникают в наших странах, когда застройщик соберет деньги и даже несколько раз соберет деньги за одни и те же квартиры, не построит, убежит, его будут искать. В Турции такого не произойдет. Точнее сказать, законодательством установлены определенные предохранители на такой случай. Если застройщик вдруг так случится, не рассчитал свои силы, не смог что-то построить, в этом случае это строительство передадут другому застройщику и тот закончит строительство. Единственное исключение может быть в случае, если возникнет спор, допустим, за землю или спор инвесторов или еще какой-либо спор и подадут в суд. В этом случае, если суд заморозит строительство, в этом случае может быть загвоздка, но по закону о защите прав потребителей в Турции, даже в таком случае заморозится строительство, но вы сможете возвратить свои деньги, которые вы вложили в эту стройку. Застройщик вам обязан эти деньги возвратить. Таким образом, инвесторы, те, кто инвестирует в недвижимость, в Турции тщательнейшим образом защищены. Вы можете посмотреть на ютубе, посмотреть на различных форумах. Есть очень-очень много людей, которые живут и работают в странах бывшего Советского Союза, а вкладываются в недвижимость в Турции и получают солидный доход. Также можно вложиться в коммерческую недвижимость, можно вложиться в какие-то сельскохозяйственные мероприятия, но самое перспективное, самое быстрое и самое удобное, это вложиться в жилую недвижимость, поскольку, как я уже сказал, через 3 года вы можете увеличить свой доход в 2-3 раза. Это первый вариант. Второй вариант, лично я нашел в интернете, проанализировал и посчитал, что это очень хороший вариант. Наш человек, девушка, женщина, имела 200 тысяч евро и желала купить в Турции хорошую квартиру для себя, для проживания, для того, чтобы можно было по окончании своего бизнеса в одной из стран СНГ переехать в Турцию жить безбедно. Но затем она подумала, посчитала, посоветовалась, приехала в Турцию, посмотрела, вникла в местный рынок и пришла к такому выводу, что на 200 тысяч ей нужно купить 10 квартир-студий. В принципе, вы с очень большим трудом можете найти квартиры стоимостью 20 тысяч евро, точнее сказать студии стоимостью 20 тысяч евро, но найти возможно. Вы можете обратиться к застройщикам. Практически у каждого застройщика есть в некоторых домах так называемые нулевые этажи, гириш. Фактически это даже не нулевой, а первый этаж. В этом помещении, как правило, был либо капиджи, смотритель дома, либо просто даже какой-то склад на время строительства, на время начала эксплуатации дома. И эта студия оказалась на данный момент никому не нужна, и продать ее практически невозможно или очень-очень сложно. И вот такие квартиры можно, переговорив с застройщиком, добиться хорошей цены, и можно купить даже за 20 тысяч евро. И вот эта наша девушка, женщина, решила, что такие 10 квартир приобрести можно сдать студентам, которые тоже в Турции есть, так же как у нас, и тоже стремятся приобрести дешевую квартиру. А точнее сказать, я извиняюсь, не приобрести, а взять в аренду. В аренду снять квартиру на время учебы. Таким образом, было просчитано, что если 10 квартир студий, маленькие, очень маленькие квартиры студии, приобрести за 20 тысяч, сдать студентам, можно получить сумму, которая позволит вам в Турции снять хорошую квартиру, и еще даже останутся деньги на проживание. Подумайте об этом варианте, вы тоже можете им воспользоваться. Я прочитал, увидел, но там читателей очень мало, и я подумал, что хорошо бы этот способ огласить. Может быть, кому-то он тоже подойдет, либо натолкнет вас на какие-то свои мысли с учетом этого способа. Не обязательно покупать шикарнейшую квартиру за 200 тысяч евро. Можно купить маленькие квартиры, и благодаря этому снимать шикарную квартиру, может быть, даже виллу. А затем, если вам возникнет необходимость, вы также можете те квартиры продать. Это все в этом видео. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok